Добрый день уважаемые друзья приветствуем вас в нашем сервисном центре ДВСОТА в лице ведущего специалиста по ремонту техники Apple он же у нас инженер Николай и я сопровождаю сегодня один из ремонтов который будет интересен нашим зрителям Алексей меня зовут руководитель сервисного центра на сегодня мы имеем iphone 6s со штатной памятью 16 гигабайт поставлена задача клиентам увеличить память до 128 гигабайт собственно чтобы долго не тянуть будем потихоньку приступать сейчас для чистоты ремонта покажем вам характеристики телефона данное устройство iphone 6s 16 гигабайт имеет имей следующий вот приступим потихоньку дисплейчик мы заклеили транспортировочной пленкой для того чтобы не повредить не чтобы на нем не появились дополнительные сколы царапины вследствие ремонта в принципе простейший процесс по разборке телефона думаем вам будет не очень интересно за этим наблюдать планируем вести данный канал и основной целью ведения данного канала будет показать и донести до наших клиентов покупателей уровень профессионализма наши возможности наши достижения в области ремонта телефонов постепенно покажем все все возможные инструменты оборудования которые мы используем многое многие из них не имеют аналогов в принципе в ремонте и практически не используются мастерами по городу в том плане что она достаточно дорогостоящая и если у вас начинающий сервисный центр или небольшая мастерская из одного сотрудника он же приемщик и он же инженеры там поломой выполнять функции всех людей они обычно не раскошеливаются на такое дорогостоящее оборудование как у нас начиная от простейших микроскопов и паяльных станций так разборочка в процессе идет в процессе ничего сложного нет любой любой начинающий специалист даже не специалист скажем любой начинающий любитель кто дома хотя бы раз разбирал iphone может без проблем извлечь плату вот далее уже более сложные идут моменты такие как аккуратно безопасно снять защитные экраны и удаление компаунда слэш памяти сейчас ход в ходе ремонта мы вам все покажем расскажем как это выглядит как это происходит пока инженер подготавливает плату к ремонту здесь на столе у него уже есть заготовочка шаблончик на котором он тренировался неоднократно снимал микросхемы использовал их в ремонтах предыдущих по плате видно что тоже уже снята нант память сняты аудиокодек микросхем управления питанием you 2 снят тигрис и другие компоненты как сети так и цепи питания что скажете инженер плата хоть раз ремонтировалась нет есть следы ни одного следа ремонта да девственная плата ни разу не подвергалась ремонту а и 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 производим удаление компаунда на котором держится микросхема памяти используем термовоздушную паяльную станцию квик предпоследней версии 1300 а модель у него термовоздушная температурный режим 250 градусов количество подачи воздуха среднее на самом деле там наши параметры необязательны потому что каждая паяльная станция так сказать по своему по своему ощущается работа по своему ощущается температура и воздух все с опытом используем специальные держатели для плат которые выполнены из материалов и отводят тепло от них отличный лишний тепло от компонентов чтобы микросхемы не поплыли вот у нас уже подготовлена новая флешка откатана нет вот впереди впереди все самое интересное то есть покажем вам процесс откатки микросхемы памяти новой проведем ее тест параметры по повышенному вы в и в в Продолжение следует... 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 у нас есть колодка чтобы проверить его прошли сразу с новой памяти или или в колодке будем проверять прошла перенесем а Продолжение следует... 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 Так и работаем... От загрузки до загрузки... Это... Еще не финиш... Нам предстоит... Произвести смену программного обеспечения... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... он начнет сразу на шнурке повиснет проверяем, тестируем, прошиваем, потом будем пломбы ставить все же нормально температура, меньше 100 градусов батарею надо еще поменять, ребята, она там сдутая, страшная дфу, 50-60 мА потребление, хорошо хорошо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но техника подвела, поэтому производим съемку на 10-й айфон и на 30-й минуте начинают немножко руки подводить. Надо чаще в спортзал ходить. Пока у нас все идет гладко, идет проверка на сайте Apple. Проверка соответствий всех версий модемов и серийных номеров. Верификация на сайте Apple. Я думаю, у нас процесс дольше займет. На данный момент у нас 30-я минута идет, грубо говоря, может чуть больше. Не устану повторяться, стали заморачиваться съемкой видео наших возможностей. Специально для того, чтобы наши клиенты, будущие и нынешние, видели весь уровень, всю серьезность наших возможностей, ресурсов, нашего профессионализма. Чтобы у них не было ни малейших сомнений. В том плане, что отдают в надежную мастерскую свое устройство на ремонт, где каждый телефон принимается согласно регламента. Производится дефектовка при приеме в ремонт. Иногда приносят подзалитый телефон с деформированным корпусом, с механическими повреждениями. Бывает, что передаются телефоны в ремонт через курьера или через близких. И недостоверно принятая информация при приеме телефона в ремонт усложняет порой его ремонт. Например, клиент сдал с замечанием, телефон не включается или перезагружается. А лицо, которое передавало телефон в ремонт, и сможет исказить информацию, перезагружается, или езжет батарею, или на диагностику скажет. Поэтому при приеме основная задача администратора приемщика в устной форме принять все замечания, указанные клиентом, и внести их в клиентацию. Если клиент не указал в квитанции, например, что у него тихо работает динамик или дребезжит, то есть нет замечания, значит этого дефекта не было. Ни до ремонта, ни во время ремонта, ни после ремонта. Нам никогда не сложно по выполнению нашего ремонта сделать клиенту профилактику. Почистить динамик, поэлифонический, музыкальный, сеточки забитые. Мы сами видим, пыль, грязь попала в камеру. Поэтому мы всегда бонусом поможем, почистим, уберем. И, ну, к сожалению, все-таки бывают моменты, когда не самые порядочные клиенты этим злоупотребляют. Принес телефон с одной неисправностью, потом через день приходит, говорит, у меня там быстро батарейка разряжается, после того, как вы мне стекло камеры приклеили, еще что-нибудь. За десятки лет работы, с 2008 года, мы уже с чем только не сталкивались, поэтому подстраховываемся. У нас стоит порядка восьми камер в сервисном центре, которые производят фото-видео фиксацию ремонта, процессы приемки, чтобы никто не смог ни схитрить, ни в чем нас упрекнуть, потому что кто-то вытащил какую-то запчасть или компонент подменил. Обычно у нас все ремонты производятся в короткие сроки, типа день в день. Это буквально 90% ремонтов, за исключением тех ремонтов, которые требуют дополнительного времени, в том плане, что, например, замена некоторых клеенных дисплейных модулей, которые вклеиваются в рамки, требуется время выдержать в температурных режимах или в струбцине, обжатые, в течение определенного времени, 3-4 часов, бывает больше, чтобы клей встал и принял свои свойства. Также есть трудоемкие процессы восстановления стекол, замены контроллеров питания, планшетов, телефонов, которые требуют дополнительного времени на тесты, на потребление энергии, на проверку мощности потребляемой, например, также время работы в режиме использования, в режиме ожидания, время, которое требуется на полную зарядку на 100% телефона. Не всегда клиенты с пониманием к этому относятся, думают, мол, дисплейные модули, тяп-ляп, два болта закрутил, все готово. Все уговаривается, поэтому это нас подвигло на введение YouTube канала, чтобы в разы повысить доверие клиентов и позволить нам в будущем привлекать еще больше клиентов тем, что мы такие молодцы, такие порядочные, много что умеем и клиент-ориентированы достаточно сильно. Всегда поможем, всегда отнесемся к клиенту с пониманием. Бывали моменты клиента, говорит, мне в 10 утра улетать, нужен планшет с собой, ребенку, и фильмы, и мультики закачивали в ночи, чтобы утром клиенту отдать готовое устройство, ремонты производили в сжатые сроки, всегда шли на встречу, где это возможно. Шесть минут шьется, Коль. Нормально? Флешечки мы такие уже ставили из этой партии, да? Так, дата прихода. Ага. Вижу, сентябрь 2019 года. Ну да, свежие флешки. Вот. У нас есть Инстаграм, не сильно захламленный контентом, но даже имея Инстаграм и выкладывая периодически некоторые фото, видео, о товаре, которые у нас есть, мы находим новых контрагентов. Обращаются люди практически со всей страны, потому что у нас собственный большой склад микросхем на современные телефоны Samsung, Xiaomi, Meizu, которых нет даже в центральной части России. И они нормально. Почта России вылетает, там доставка до транспортной компании. С учетом доставки почты России максимум выходит порядка 350 рублей. Отправка микросхемы в другой регион. Например, там микросхема управления зарядом на какой-то Samsung или Xiaomi. недавно отправляли в центральную часть России модуль Wi-Fi для планшета iPad Pro. Ребята забыли пароль на планшете с iCloud от учетной записи Apple ID. И им пришлось сделать из 3G Wi-Fi планшет, заменив модуль на Wi-Fi. Порядка 800 рублей он стоил. и добились этого результата. У них получился полностью исправный планшет без заблокирования без блокировки Apple ID. Но уже только Wi-Fi. Прошивка 21.4 Был у нас опыт уже флешки минали на этой операционной степени 21.4 нет. Подлечивали нет. Форматировали какие-нибудь ошибки лечили уже на всей же прошивке. Прошивка отчет. 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 Вчерашний планшет Если по-русски перевесишь, что пишет сейчас? Certified Savage Ну, типа в iTunes проверка подлинности Не было информации, Apple там не заблокировала никакую возможность Прилично висит Скажи, что за монтаж у вас? 60 сразу 80 Ребята, Sending Baseband Data Типа проверка модема данных Хорошо, что не было ни перемотки, никакой Ни таймлапс режима, да? Прям ДГ ставлю Updating Firmware Обновление программного обеспечения Сейчас еще немножко повисит Главное, чтобы у меня рука повисела чуть-чуть У нас в планах, собственно, показать самые грандиозные ремонты Порой приходит заказчик покупать телефон в наш магазин Я их прямо в магазине останавливаю Говорю, а что у вас там старый телефон? Ну, мы же планируем помочь клиенту перенести информацию со старого телефона Говорит, да он там не подъемный, мне сказали в одной определенной мастерской Ну, принесите на запчасти Мы потом эти телефоны поднимали Вытаскивали с них информацию Там клиенты были безгранично рады И благодарны Понятно, что у нас тоже бывали случаи Особенно по первой Или там в сезон, когда большая загруженность Глаз замылен по работе Бывали нюансы, людей отпускали из ремонта Не до конца разобравшись Или просто упустив какой-то момент ремонт Крайне редко Очень стыдно в такие моменты бывает Поэтому Поэтому будет вестись канал Будем отчитываться Вчера ругал инженера Женщина утопила Xiaomi Mi 5S И купила донор бушный на фарпусе Ей важна была информация Произвели процедуру переноса процессора И NAND памяти на исправный телефон Инженер радостный Принес компании денег Сам заработал Но я его вцепил и говорю Как в рекламе Не запостил, значит не было Грандиозный ремонт Фото-видео фиксацию не произвели Было бы у нас еще одно достижение Будем стараться каждый день производить Отчет О Ну скажем О ремонтах высокой сложности Не замена экранчика Там батареечки, кнопочки А именно Сложный Аппаратный ремонт Чтобы Зрители канала И инженеры Аплодировали с твоей Ну, мягко говоря Не помню, что раньше долго прошивались, да? А что, памяти много, поэтому долго прошивались Все нормально Там Да, увеличение памяти восемь раз Интересно, сколько конкурентов загнули Программатор Производитель компании GSC Достаточно популярный У нас есть несколько платформ Есть док-станция GSC P1000 называется Вот Это базовая станция В которую вставляются различные модули Ведущий Специалист компании Нашей компании По ремонту Предоставил нам его Вот такой программатор Здесь сейчас в нем стоит колодка Для ремонта Микросхем памяти 6,6 плюс 6,6 плюс Также Данный программатор Используется для Ремонта Оффлайн Оффлайн В том плане, что Без наличия компьютера Вы сможете вставить Флэш память В колодку Считать параметры И залить в новую флэш память То есть компьютер не нужен Вот эта колодка В совокупности С модулем GSC PRO 1000S Также Автономно Может производить Ничего себе Прошивка Прошла успешно Странно Давно Ни разу не обновлялись На 12.4 Еще ни разу Не производили эту функцию Достаточно долго Телефон прошивался Порядка 15 минут Порядка 15 минут Хорошо, что мы не производили Никаких разрывов Фото, видео, съемки Вот То есть можете отдельно Приобрести Программатор Порядка 19 тысяч рублей Или Основная станция Которая Порядка 9 тысяч рублей И Различные модули Взамен Вот этих двух Подключаются У нас Можно тестировать Батарейки Ремонтировать Дачи приближения Освещенности Переносить параметры С EEPROM С дисплеев Потому что сейчас Привязываются Дисплеи На десятых Айфон В десятих Дисплеи С Max Восемь 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 Плюс Финишная Прямая Ну Успех С первого дубля Сняли Или нет Или придется Конкурентам Писать Монтаж Заказывать Грубо говоря Пятьдесят Минут Вот на Пятьдесятой Минуте Телефон Перезагружается После Прошивки На Владивостокском Рунете Так скажем Да Не видел Ни одной Мастерской Которая бы Зафиксировала Данную Процедуру Параметры Настройка Об устройстве Посмотрели А вот По поводу Найти Айфон Упустили Момент Но это Наш Первый Опыт Первый Опыт Активируется Подключение Подождите Так И мы Устройство Видим 128 Гигабайт 6 Ну Что Все Вел С первой Попытки Мы Уложили Через 50 минут Процедура Процедура И мы Серийный номер Ничего Смс Пройдет Скинь Что Нет Хорошо Да Когда будет готов Выберешь Скинь Смс Да Саша Начало Начало Смс 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 Да, ребята, модель устройства RU1181MA Телефон прошился Отпечаток пальца работает Функционал не нарушен Вот так С первой попытки Достаточно сложная процедура Чуть больше 50 минут мы уложились Первый блин комом Вы нас извините В следующий раз будем более опытными Разберемся с оборудованием Для фото-видео фиксации процесса Для нас уже это было Небольшим подвигом То, что мы на это решились Пожалуйста Выбирайте большие опытные мастерские Большие опытные мастерские Требуется замена батареи Обязательно поменяйте Большие мастерские Где за адекватные деньги Люди берутся за ремонт Ваших дорогостоящих устройств Где дадут гарантию Где производится фото-видео фиксация Процесса ремонта Где работают Ответственные инженеры С большим опытом работы Потому что многие Маленькие мастерские Не располагают ни инструментом Не оборудованным Недостаточным опытом Насмотрелись С легкостью Меняют экранчики Кнопочки Батареечки За недорого Обрушивая тем самым Стоимость работы И престижность И сложность Ремонта телефонов Которые на сегодняшний день Стоимость некоторых доходит До 100 тысяч рублей Вот такую хирургическую операцию Мы произвели Сейчас поставим пломбы Обязательно Дадим гарантию клиенту Мы даем 2 месяца Гарантию на данный ремонт Если избегать Механические повреждения Ударов, падений То Достаточно Достаточно еще долго Прослужит телефон Помимо всего Многие встречаются С ошибками Номер 9 40, 13 44, 40, 15 Сейчас на новых прошивках Они могут быть и другими То есть память Имеет количество Определенно количество Цикла записи Например После 3, 4, 5 тысяч Выскакивает такая ошибка И приходится Устранять ее Путем снятия флеш памяти И форматирования В программаторе И установки обратно на место То есть эта процедура Тоже помогает При циклической Перезагрузке телефона При В том моменте Когда телефон Висит постоянно В состоянии Бутлук На яблоке Или бесконечное Яблоко Забитая память Спасибо Если вы брали время И посмотрели наш видеоролик Ведущий специалист Компании ДВСОТО По ремонту телефонов Николай Сегодня произвел Данный ремонт Вот И мой отдельное спасибо Что уделил Своё рабочее время Данному процессу Вот До скорых встреч Спасибо